всем привет итак продолжаем я продолжаю читать книгу зачитывать книгу совершенный код стива макконова и сегодня продолжаем главу 24 которая называется рефакторинг и сегодня и сейчас будет зачитана под глава 23 . ой 24 . 3 отдельные виды рефакторинга ну что ж начнем сейчас я зачитаю список видов рефакторинга то есть наиболее полезные виды рефакторинга на по мнению стива макконова итак рефакторинг на уровне данных следующие виды рефакторинга связаны с использованием переменных и других видов данных и так замена магического числа на именованную константу если вы используете численный или строковый литерал скажем 3,14 замените его именованной константой такой как пи присвоение переменной более ясного и информативного имени если имя переменной не ясно присвоите ей лучшее имя конечно этот же совет относится и к переименованию констант классов и методов встраивание выражения в код замените промежуточную переменную которой присваивается результат вычислений выражения на само выражение замена выражения на вызов метода этот вид рефакторинга обычно служит для устранения из кода повторяющихся выражений введение промежуточной переменной присвоите результат вычисления выражение промежуточной переменной имя которой резюмирует суть выражения преобразование многоцелевой переменной в несколько одноцелевых переменных если переменная используется более чем с одной целью а к частым подозреваемым относятся такие переменные как и й темп и икс создайте для каждой из целей отдельную переменную выбрав для нее более определенное имя использование локальной переменной вместо параметра если исключительно входной параметр метода служит в качестве локальной переменной подумайте не лучше ли создать для этого настоящую локальную переменную преобразование элементарного типа данных в класс если элементарный тип данных нужно расширить дополнительными формами поведения например более строгим контролем типа или дополнительными данными преобразуйте его в класс и реализуйте нужное поведение это относится и к простым численным типам вроде money и температур и к перечислениям таким как color shape country или output type преобразование набора кодов класс или перечисления в более старых программах часто встречаются фрагменты вида внимание на экран тут мы видим константы так вот вместо определения таких отдельных констант лучше было бы создать класс output type это обеспечило бы вам достоинство более строгого контроля типов и позволило бы расширить семантику класса создание перечисления иногда хорошая альтернатива созданию класса преобразование набора кодов класс имеющие производные классы если разные элементы ассоциированные с разными типами могут иметь разное поведение подумайте о создании базового класса для типа и производных классов для каждого кода типа так для базового класса output type можно было бы создать под классы screen принтер и файл преобразование массива в класс если элементами массива являются разные типы создайте класс включающий поля для каждого элемента массива инкапсуляция набора если класс возвращает набор наличие нескольких экземпляров набора может привести к проблемам с синхронизацией сделайте так чтобы класс возвращал набор допускающий только чтение и создайте методы для добавления элементов в набор и их удаление замена традиционной записи на класс данных создайте класс содержащий члены записи record это позволит централизировать проверку ошибок слежение за персистентностью и выполнение других операций касающихся записи это был рефакторинг на уровне данных теперь рефакторинг на уровне отдельных операторов декомпозиция логического выражения упростите логическое выражение введя грамотно названные промежуточные переменные документирующие суть выражения вынесение сложного логического выражения в грамотно названную булеву функцию если выражение достаточно сложная этот вид рефакторинга повысит удобочитаемость кода. Если выражение используется более одного раза, он исключит необходимость внесения параллельных изменений и снизит вероятность ошибок. Консолидация фрагментов повторяющихся в разных частях условного оператора. Если в конце блока else содержится такой же фрагмент кода, что и в конце блока if, вынесите этот фрагмент за пределы оператора if-then-else. Использование операторов break или return вместо управляющей переменной цикла. Если для управления циклом используется такая переменная как done, удалите ее и выполняйте выход из цикла при помощи оператора break или return. Возврат из метода сразу после получения ответа вместо установки возвращаемого значения внутри вложенных операторов if-then-else. Выход из метода сразу же после нахождения возвращаемого значения часто помогает облегчить чтение кода и снизить вероятность ошибок. Альтернативный вариант это установка возвращаемого значения и следование к выходу из метода через заторы операторов. Это может оказаться более сложным. Более сложным альтернативный вариант. Замена условных операторов, особенно многочисленных блоков кейс, на вызов полиморфного метода. Значительную часть логики, обычно включаемые при структурном программировании блоки кейс, можно реализовать с помощью наследования в виде полиморфных методов. Создание и использование пустых объектов вместо того, чтобы проверять равно ли значение нул. Иногда пустой объект должен иметь обобщенное поведение или обобщенные данные. Например, определять неизвестного человека как гражданина. В этом случае подумайте о перемещении ответственности за обработку значений нул из клиентского кода в класс. То есть вместо того, чтобы проверять в клиентском коде класса кастомер, известно ли имя заказчика и подставлять значение гражданин, если оно неизвестно. Определите неизвестного заказчика как гражданина прямо в классе кастомер. Это был рефакторинг на уровне отдельных операторов. Теперь рефакторинг на уровне отдельных методов. Извлечение метода из другого метода. Превратите фрагмент метода в отдельный метод. Встраивание кода метода. Если метод прост и понятен, можете не вызывать его, а встроить его в код программы. Преобразование объемного метода в класс. Если метод слишком велик, попробуйте превратить его в класс и разбить на несколько методов. Иногда это повышает удобочитаемость кода. Замена сложного алгоритма на простой. Этот вид рефакторинга пояснений не требует. Добавление параметра. Если метод должен получать из вызывающего кода больше информации, передавайте ее в форме дополнительного параметра. Удаление параметра. Если метод не нуждается в каком-то параметре, удалите его. Как правило, операции запроса данных не должны изменять состояние объекта. Если операция вроде getTotals изменяет состояние объекта, разделите функциональность запроса и функциональность изменения состояния объекта, создав два отдельных метода. Объединение похожих методов путем их параметризации. Два похожих метода могут различаться только используемой в них константой. Объедините их в один метод и передавайте в него нужное значение как параметр. Разделение метода, поведение которого зависит от полученных параметров. Если метод выполняет разный код в зависимости от значения входного параметра, подумайте о разбиении метода на отдельные методы, которые можно было бы вызывать, не передавая этот входной параметр. Передача в метод целого объекта вместо отдельных полей. Если вы передаете в метод несколько значений одного объекта, подумайте о таком изменении интерфейса метода, чтобы он принимал сразу весь объект. Передача в метод отдельных полей вместо целого объекта. Если вы создаете объект только затем, чтобы передать его в метод, подумайте о таком изменении метода, чтобы он принимал отдельные поля, а не весь объект. Инкапсуляция нисходящего приведения типов. При возвращении объекта из метода обычно следует возвращать максимально определенный тип объекта. Это особенно справедливо для методов, возвращающих объекты итераторы, наборы, элементы наборов и т.д. Это был рефакторинг на уровне отдельных методов. Теперь рефакторинг реализации классов. Замена объектов значений на объекты ссылки. Если вы создаете и поддерживаете много копий крупных и сложных объектов, измените подход так, чтобы существовал только один оригинал объекта, объект значения, а в остальном коде использовались ссылки на этот объект. Объекты ссылки. Замена объектов ссылок на объекты значения. Если вам приходится прилагать усилия для обработки ссылок на небольшие или простые объекты, сделайте все объекты ссылки объектами значения. Замена виртуальных методов на инициализацию данных. Если у вас есть набор подклассов, различающихся только возвращаемыми константами, не переопределяйте методы члены в подклассах, а инициализируйте базовый класс в подклассах с соответствующими константами и включите в него обобщенный код, использующий эти константы. Изменение положения методов членов или данных членов в иерархии наследования. Подумайте о внесении в иерархию наследования нескольких общих изменений. Следующие изменения обычно выполняются для устранения повторений кодов в производных классах. Итак, первое. Перемещение методов в суперкласс. Второе. Перемещение поля в суперкласс. Третье. Перемещение тела конструктора в суперкласс. Другие изменения обычно вносятся с целью поддержки специализации в производных классах. И это. Первое. Перемещение методов в произвольные классы. Перемещение поля в производные классы. Перемещение тела конструктора в производные классы. Перемещение специализированного кода в подкласс Если какой-то код класса используется только в подмножестве его экземпляров, переместите этот специализированный код в отдельный подкласс Объединение похожего кода и перемещение в суперкласс Если несколько подклассов включают похожий код, объедините этот код и переместите его в суперкласс Это был рефакторинг реализации классов Теперь рефакторинг интерфейсов классов Перемещение метода в другой класс Создайте в целевом классе новый метод и переместите тело метода из исходного класса в целевой класс После этого вы можете вызывать новый метод из старого Разделение одного класса на несколько Если класс имеет более одной области ответственности, разбейте его на несколько классов, имеющих ясно определенные области ответственности Удаление класса Если класс почти ничего не делает, переместите его код в другие, более связанные классы и удалите его Сокрытие делегата Иногда класс А вызывает и класс Б, и класс С Тогда как на самом деле А должен вызывать только Б, а Б должен вызывать С Спросите себя, какова правильная абстракция взаимодействия класса А с классом Б Если за вызов С должен отвечать Б, внесите нужные изменения Удаление посредника Если класс А вызывает класс Б, а класс Б вызывает класс С Подумайте, не лучше ли вызвать С непосредственно из А Целесообразность делегирования полномочий классу Б зависит от того, улучшит ли это целостность его интерфейса или ухудшит Замена наследования на делегирование Если из одного класса нужно использовать другой класс, но вы хотите получить больший контроль над интерфейсом второго класса Сделайте суперкласс полем бывшего подкласса и создайте для доступа к нему набор открытых методов, формирующих связную абстракцию Замена делегирования на наследование Если класс предоставляет доступ ко всем открытым методам класса делегата, класса члена Выполните наследование от класса делегата, а не просто используйте его Создание внешнего метода Если в класс нужно включить дополнительный метод Но изменять класс нельзя, вы можете создать нужный метод в клиентском классе Создание класса расширения Если в класс нужно включить несколько дополнительных методов, но изменять класс нельзя Вы можете создать новый класс, объединяющий функциональность неизменяемого класса с дополнительной функциональностью Для этого вы можете Или выполнить наследование от исходного класса Или добавить новые методы в подклассы Или заключить класс в оболочку, предоставив доступ к нужным методам Инкапсуляция открытой переменной члена Если данные члены открыты, сделайте их закрытыми и реализуйте доступ к ним при помощи методов Удаление методов установки значений неизменяемых полей Если поле предполагается устанавливать во время создания объекта и не изменять впоследствии Инициализируйте поле в конструкторе объекта и не создавайте входящий в заблуждение метод set Сокрытие методов, которые не следует вызывать извне класса Если без метода интерфейс класса будет более согласованным Скройте метод Инкапсуляция неиспользуемых методов Если обычно вы используете только часть интерфейса класса Создайте новый интерфейс, предоставляющий доступ только к необходимым методам Убедитесь в том, что новый интерфейс формирует согласованную абстракцию Объединение суперкласса и подкласса, имеющих очень похожую реализацию Если степень специализации подкласса невысока, объедините его с суперклассом Это был рефакторинг интерфейсов класса Теперь рефакторинг на уровне системы Создание эталонного источника данных, которое вы не можете контролировать Иногда какие-то данные трудно согласованно использовать из других объектов, которым нужны эти данные В качестве примера можно привести данные элемента управления GUI интерфейсом В этом случае вы можете создать класс, воспроизводящий данные элемента управления И рассматривать этот класс как эталонный источник данных для элемента управления и для другого кода Изменение одноправленной связи между классами на двунаправленную Если два класса должны использовать возможности друг друга, но только один класс знает о другом классе Измените классы так, чтобы они оба знали друг о друге Изменение двунаправленной связи между классами на однонаправленную Если два класса известны друг другу, но на самом деле только один класс должен знать о другом Измените характер связи между классами Предоставление фабричного метода вместо простого конструктора Используйте фабричный метод, если вам нужно создавать объекты на основе кода типа Или если вы хотите работать с объектами-ссылками, а не объектами-значениями Замена кодов ошибок на исключение или наоборот Убедитесь, что вы используете стандартный подход к обработке ошибок Основанный на той или иной стратегии Ну и эта подглава заканчивается И теперь контрольный список виды рефакторинга Итак, контрольный список вопросов Или просто контрольный список То, о чем нужно всегда помнить По рефакторингу на уровне данных Итак, читаю Замена магического числа на именованную переменную Или, точнее, константу Присвоение переменной более ясного или информативного имени Встраивание выражения в код Замена выражения на вызов метода Введение промежуточной переменной Преобразование многоцелевой переменной в несколько одноцелевых переменных Использование локальной переменной вместо параметра Преобразование элементарного типа данных в класс Преобразование набора кодов в класс или перечисления Преобразование набора кодов в класс, имеющие производные классы Преобразование массива в класс 1. Инкапсуляция набора 2. Замена традиционной записи на класс данных 3. Рефакторинг на уровне отдельных операторов 4. Декомпозиция логического выражения 5. Вынесение сложного логического выражения в грамотно названную булевую функцию 6. Консолидация фрагментов, повторяющихся в частых частях условного оператора 7. Использование оператора break и или return вместо управляющей переменной цикла 8. Возврат из метода сразу после получения ответа 9. Вместо установки возвращаемого значения внутри вложенных операторов и в then else 10. Замена условных операторов на вызов полиморфного метода 11. Создание и использование пустых объектов вместо проверки того, равно ли значение null 11. Рефакторинг на уровне отдельных методов 12. Извлечение метода из другого метода 13. Встраивание кода метода 14. Преобразование объемного метода в класс 15. Замена сложного алгоритма на простой 16. Добавление параметра 16. Удаление параметра 17. Отделение операций запроса данных от операций изменения данных 17. Объединение похожих методов при помощи их параметра 17. Разделение метода, поведение которого зависит от полученных параметров 18. Передача в метод целого объекта вместо отдельных полей 18. Передача в метод отдельных полей вместо целого объекта 19. Инкапсуляция нисходящего приведения типов 20. Рефакторинг реализации классов 21. Замена объектов значений на объекты ссылки 22. Замена объектов ссылок на объекты значения 22. Замена виртуальных методов на инициализацию данных 23. Изменение положения методов членов или данных членов в иерархии наследования 24. Перемещение специализированного кода в подкласс 25. Объединение похожего кода и перемещение в суперкласс 25. Рефакторинг интерфейс классов 26. Перемещение метода в другой класс 26. Разделение одного класса на несколько 27. Удаление класса 28. Сокрытие делегата 29. Удаление посредника 29. Замена наследования на делегирование 30. Замена делегирования на наследование 30. Создание внешнего метода 31. Создание класса расширения 31. Инкапсуляция открытой переменной члена 32. Удаление методов установки значений неизменяемых полей 33. Сокрытие методов, которые не следует вызывать извне класса 33. Инкапсуляция неиспользуемых методов 34. Объединение суперкласса и подкласса, имеющих очень похожую реализацию 35. Рефакторинг на уровне системы 36. Создание эталонного источника данных, которые вы не можете контролировать 36. Изменение однонаправленной связи между классами на двунаправленную 37. Изменение двунаправленной связи между классами на однонаправленную 37. Предоставление фабричного метода вместо простого конструктора 38. Замена кодов ошибок на исключение или на оборот 39. На этом эта подглава закончилась и на сегодня все 39. В следующий раз продолжим рефакторинг и продолжим 39. Следующую подглаву, которая будет называться 40. Безопасный рефакторинг 40. Ну а после чего будет новая глава 40. Стратегия оптимизации кода. Ну поэтому все на сегодня. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем 40. И все такое. Всем пока.